Итак, сейчас в видео вы увидите, как я сделал плиткорез. Ой, короче, рабочее поле у него 130 сантиметров. Общая длина у него 157, а рабочее 130 где-то. У каретки сверху два подшипника, снизу четыре. Это ручка от старого плиткореза. Здесь этот центр ломатель – это пруд. Квадрат, имею в виду, десятка. Каркас труба 40 на 40. Рельса 40 на 60. Тонкая стенка, конечно. Каретка сделана из четырех уголков. Просверлили отверстие. И сейчас маленьким диском дорезаем, получается, полоску. Вырезаем. И с этой стороны вырезаем. Потом будем выломывать. Рельса 50 на 40. Рельса 50. Дорабатываем напильником чуть-чуть края, но в принципе уже хватает. Вот так будет, но этот надо чуть-чуть доработать, потому что не лазит чуть-чуть. Все, дорабатываем напильником и можно будет сваривать. Между трубой и уголками подставляю лезвие и зажимаю струбциной, чтобы уже можно было проварить. Потом буду вставлять подшипники. Это для того, чтобы каретка свободно ходила, потому что здесь по бокам не будет подшипников. Подшипники будут только два сверху, четыре снизу. Все, сейчас провариваю и привариваю подшипники. Тут проварил, ничего не чистил, потому что она будет чуть-чуть приподнята и не будет сваркой мешать. Так, тут проварил, тут проварил. Вот, зачистил, чтобы сварка не мешала. Сейчас буду ставить подшипники. Итак, подшипники у меня 608Z, это будут сверху стоять, они поменьше. 4 штуки, которые по низу будут 628Z, эти поменьше диаметром, но внутренний диаметр одинаковый, но 8. Этот пруд взял из амортизатора крышки багажника. Старый уже не держал, так я его отрезал, да и всё. Так, чётко подошёл диаметр вот сюда. Вообще зазора никакого нет и очень плавненько. Ставлю сюда, выставляю ровненько и здесь привариваю. Подшипник сам пока что варить не буду. Так, это один, второй сзади будет. Это будут сверху, просто чтобы каретку придерживать. А снизу будут четыре штуки, потому что они будут держать всю нагрузку и во время ломания плитки они будут держать усилие. Точно так же соберу заднюю сторону. Это будут тут больше подшипники стоять. И уже буду потом тоже сюда приварю четыре подшипника и буду собирать каретку вместе. Вот как-то так получилось. Это будет сверху, сейчас сделаю такую же штуку, только с четырьмя подшипниками. вот с вот этой вот. Вот с вот этой штукой делаю, с четырьмя подшипниками. Потом ставлю всё вместе, зажимаю струбциной и свариваю здесь поперёк. Всё, будет такая каретка. Ну, на работоспособность мы её ещё проверим. Вот такое барахлишко получилось. Долго мучился, чтобы всё выставить, потому что при сварке перекашивает, затирает где-то, зажимает. Кручок кое-как выставил. Это будет сверху, эти четыре будут снизу. Они ездят прямо по краю трубы, чтобы при заломе клитки не прогибался труба. Потому что труба полторашка, по-моему, даже стенка, то есть не очень. Один подшипник завис, не прижался к трубе. Ну, не знаю, может быть, сейчас отрежу и подобью, чтобы у нас было всё чётко. Ну, там где-то полмиллиметра. Всё, сейчас буду приделывать ручку от плиткореза, и чтобы уже определить высоту, на какую нужно будет к раме приваривать. Так, ручка будет со старого клиткореза. Вот здесь вот я сейчас откручу и вся в сборе полностью. Всегда приварю болт и полностью прикручу к этому, чтобы ничего не мудрить. С колесом, с роликом, со всем барахлом. Ну, короче, вот это вот у меня останется. Тут люфт нереальный, здесь люфта не должно быть. Всё, короче, снимаю и интегрирую её в эту каретку. Так, приварим, собираем шайбочку, ручка, шайбочку. Вот так вот. Скорее всего, сюда вот надо будет сделать упор, чтобы этот болт не выгибался при ломании плитки. Но это будет потом. Пока что оставим так. Ну, прикольно всё ездит. Теперь создаём раму. Сейчас буду думать, искать, из чего бы её сделать. Уголок на базе металлопроката был кривой, винтом. Взял трубу 40х40, полторашка стенка ровная. Взял квадрат десятку. Это будет центральный упор для ломания плитки. Я не знаю, как ломать или как называется. Короче, нашёл на чердаке доску 32-ю. Так, по-моему, 25-ка. Вот таким вот образом буду собирать каркас. Здесь приварю, вот так приварю заподлицо. И доска, получается, будет ровненько с этим стоять. Полосу 40-ку для того, чтобы прикрутить доску. То есть где-то через какое-то определённое расстояние буду приваривать полосу. Это обрежу лишнее, заверну. Здесь квадрат такой, сварю прямоугольник из трубы. Внутрь вставлю доску для жёсткости. И уже буду думать, как бы крепить на ребро этот вот ломатель. Надо будет его ещё обрезать. Наверное, одну сторону я подточу болгаркой ребро. Его положу этим ребром сточенным на доску. И в некоторых местах попросверливаю отверстия и прикручу саморезами. Чтобы у нас жёстко было. Но пока что не знаю, как это всё будет. Всё так на колене, короче, происходит создание плиткорезов. Так, сзади приварил уголок. Спереди эту же трубу обварил. Сейчас буду зачищать. Приварил вот полоски. Красиво, конечно, получилось. В самом шоке. Сейчас буду зачищать. Вот так вот как-то получается. Так, прихватил трубы 40 на 60 по высоте. В принципе, должно быть нормально. Отметил вот где сточить. Вот уже начал стачивать. Вот эту болгарочку сейчас срежу. И будет этой плоскостью ложиться на ребро. Так, вот сточил. Сточил по всей длине. Вот так вот становится. Тут сточил булгаркой. Чтобы просверлить, прикрутить саморез. Выставить вот. Нарисовал уже центр. Вот тут вот где-то. Карандаш. И здесь центр. Крайние прикручу. Возьму провило, чтобы ровненько не загнуть. То есть выставлю в линию. Потому что она чуть-чуть гуляет. В общем, все выставили, чтобы было ровно. Потом булгарочкой сточу лишнюю шляпку. Ну и вот, что получилось. Все варил. Временно. Подложка сантиметровая. Уголок под 90 градусов вымерил. Прикрутил, не варил ничего. Потому что нужно будет его демонтировать во время перевозки. Или как. Короче, что-то надо будет придумать. Весит где-то на килограмм 30, наверное, весит. Конечно, вряд ли мне придется клеить когда-то такую плитку. Даже на метр двадцать. По крайней мере, короче, его всегда успею сделать. Может быть, на метр я его оставлю рабочий, чтобы оставался. Сейчас 130. Ну, в принципе, немного отрезать и приварить. Но это в будущем. Пока что так поэксплуатируем. Красить не буду. Следующая каретка такая деревенская получила. Попробуем. Пока что все это тестовый экземпляр. Все будет дорабатываться. Подшипники, конечно, нужно было бы еще два здесь. И тут два. С этой стороны, чтобы трубу по трубе со всех сторон ехал подшипник. Но, так как труба местами кривая, получается, каретка чуть-чуть подтормаживает. Так как вот здесь где-то металл трется чуть-чуть, ну и думаю, что выработка исправит этот вопрос. Или болгарка. То есть местами, вот я тут где-то подчесывал, пусть тоже где-то притормаживала, клинила. То есть местами где-то я еще посмотрю, где останутся царапины на трубе. И подчешу болгарской, и чтобы было вообще четко. Итак, себестоимость его у меня вышла 16 долларов. Ну, считаю, где-то 20, потому что уголок был у меня. Тут у меня были полосы. То есть где-то, короче, 20 баксов. Почему говорю в долларах? Потому что живу в Беларуси на данный момент. И это 40 рублей. Вот, 40 рублей. Кто из России скажет, слишком дешево, что 40 рублей. Но это на самом деле 20 баксов. Ну, 16. С учетом того, что у меня были подшипники, был старый плиткорез. Так, тест резки плитки. 500 на 500. Девятка, по-моему. Повезло. 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 10. Повезло. 10. 21. Ну, в принципе, ровно как. Видно, чуть-чуть в конце загнулось, чуть-чуть, небольшая дуга где-то, а, ну это плитка прогнутая, ну, в принципе, может полмиллиметра дуга, то есть не совсем, конечно, идеально. Это с этой стороны, с задней, откола только небольшая. Вот, в принципе, пока что режет. Питка. Питка. Десятка 600 на 600. Питка. Её сапилить? Какая боль Да, сантиметровую не потянул Много делать мокраю На маленькой ломает Целую плитку нет То есть задняя сторона На маленькой, конечно, ломает Целую большую, конечно, 600 не может поломать Потому что прогибается доска Труба не гнётся Ну, по крайней мере, на глаз не видно Прогибается доска Если доску, может быть, укреплю ещё сильнее То, может быть, и потянет эту толстую плитку Ну, а так, в принципе, пока что будет работать Так, конечно, это не замена профессиональному Не замена... Конечно, рядом он даже не валялся С хорошими, серьёзными плиткорезами Я даже на это не претендую Просто сделал для того, чтобы работать На данный момент по своим потребностям Даже он больше, чем мои потребности У меня потребности Вот плитку по диагонали 80 сантиметров Остальное Остаётся Плюс в чём Что Этот уголок Ребро Ломателя этого Оно чётко сходится С роликом То есть я так Сделал Ну, потому что Рельсу С кареткой Выставлял уже по факту И Выставил так, что Чётко по ребру Едет ролик Поэтому И то, что У нас рельса смещена В сторону Это очень хорошо Потому что Будет видно Где метка Ну, этот уровень Эту линию Я, конечно Выставил по 90 градусов По отношению к этому ломателю И к рестцу Вот То, что станина не по центру стоит Представьте, станина бы закрывала Вот так вот И всё Приходилось бы вот так вот Смотреть А оно не видно Потому что искажается Из угла А так Ровненько себе смотришь Выставил По размеру Сколько тебе надо Линейку Пока что тоже не ставил Ну, не знаю Я никогда и не пользовался Может и удобно Поэтому Надо будет поставить То есть в этом плюс тоже Что смещен Центр Рельса И можно будет По факту смотреть Отметил Орезанул Сломал И пошел дальше работать Еще пришла идея Интегрировать болгарку Эту ручку снять И интегрировать болгарку К этой каретке Ну, будет не сложно Я думаю Основа у нас есть Рельса есть Каретка есть Станина есть Час работы И болгарка будет У нас Ездить вместе С станиной Ой, вместе С рельсой И можно будет Эту шестьсотку Резать Болгаркой Ну, просто Чтобы ровная Линия у нас была Так, короче Дойдет дело И до макрореза То есть Со временем Все-таки Придется Интегрировать К этой станине Диск Движок Может быть Даже болгарку С водой И Можно будет Аккуратненько Резать Так что Такие у нас дела Подписывайтесь На канал Дальше Сниму видос Чуть попозже Для Болгарки Буду делать Аккуратненько